Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня загружаем и катаемся. TikTok всех победил. Именно это приложение было самым загружаемым в мире в 2020 году. По данным компании AppAny, занимающейся цифровой аналитикой, эта соцсеть заняла первое место в рейтинге. При этом китайская платформа — единственное приложение, не принадлежащее Facebook, которое вошло в пятерку мировых лидеров по загрузкам. Флагманское приложение Facebook, а также WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger занимали верхние строчки списка, в котором компания Марка Цукерберга доминировала с 2018 года. Популярность TikTok не уменьшилась даже после того, как бывший президент США Дональд Трамп попытался запретить его в Соединенных Штатах, ведь он считал, что соцсеть является угрозой национальной безопасности США и что китайское правительство якобы имело доступ ко всем пользовательским данным в приложении. Указ Трампа о блокировке TikTok был отозван президентом Джо Байденом в начале этого года. Чузенкин, менеджер по маркетингу WebAny, сообщил, общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание аудитории. В Павлодаре запущено мобильное приложение «Мой Павлодар» — аналог цифрового города, работающего по принципу одного окна. По задумке авторов, на одной платформе можно получить любые необходимые услуги. Встать в очередь в детский сад, записаться на прием к Акиму, пожаловаться на мусор в парке, купить билеты в кино и оплатить коммунальные услуги. Это не первая попытка создания такого единого цифрового городского портала с множеством услуг, но, кажется, самое удачное. По крайней мере, сами горожане его устанавливают и пользуются. За короткий период приложение «Мой Павлодар» скачало уже более 8 тысяч пользователей. Двуязычный сервис доступен в Play Market и App Store. Вы, когда хотите воспользоваться какими-то сервисами, например, поиска сантехника, в то же время пойти в кино и воспользоваться государственными услугами, вы используете различные приложения, два или три-четыре разных приложения. Здесь мы пытаемся это все объединить в одном приложении, чтобы пользователям, жителям было удобно. Пользователям приложения пока доступны 11 видов государственных и иных услуг. Можно записаться на прием к Акиму города, узнать свой статус для выезда за границу, посмотреть штраф и получить справки с Ягов Кизет. Почитать локальные новости и еще несколько. Также можно оставить предложения по улучшению облика города. Лучшие идеи обещают реализовывать через бюджет народного участия. Интерфейс сервиса довольно прост. Большой раздел в приложении занимает модуль здравоохранения. Из заплета легко перейти к сервису АШИК, получить информацию о пунктах вакцинации и эпидемической обстановке в целом. Мой Павлодар, кроме того, имеет платежный сервис. С его помощью можно оплатить коммунальные услуги. Есть также локальный мессенджер. Рейтинг внеземных средств передвижения. Боб Альгрин из издания Mashable составил список, в котором разместил все отправленные на Луну или на Марс транспортные средства. В нем все шесть марсоходов и шесть луноходов. С 70-х годов они суммарно преодолели 220 километров вне Земли. Четыре из них все еще выполняют свою миссию. Это марсоходы NASA Curiosity и Perseverance, марсоход Журон Китайского национального космического управления, он успешно трудится на Красной планете, и китайский же луноход ЮТУ-2. Советский Союз был единственной страной, высадившей марсоход и на Луну, и на Марс. В общем, в списке лидирует марсианский ровер американцев Opportunity. Он проехал по планете 47 километров. Второе место у детища могучего аэрокосмического комплекса СССР, аппарата Луноход-2. Он совершил посадку на Луну в 70-м, и его дистанция 38 километров 624 метра. На год позже неплохо поколесили по спутнику Земли луноходы миссии Аполлон-15, 16 и 17, от 25 до 35 километров. А вот почти совсем без пробега по Марсу и Луне, это про аппараты СОЖУРНЕР и ЮТУ-2. У них на одометре 100 и 118 метров соответственно. СОЖУРНЕР